С 24 по 29 сентября проходили открытые молодежные дельфийские игры «Энергия молодых» в Астане. Российскую сборную представляли 112 участников из 24 регионов. От Тамбовской области участвовала жительница рассказов Света Титова. Неоднократная победительница в этот раз в номинации «Изобразительное искусство» взяла серебро. О достижениях и победах, о живописи и вдохновении с талантливой художницей пообщалась наша съемочная группа. Дельфийские игры – это так называемая олимпиада, но не для спортсменов, а для людей сферы искусства. На сегодняшний день они являются единственными соревнованиями в мире, объединяющем все его виды. Юные танцоры, певцы, поэты, художники в этот раз соревновались в 19 номинациях. В номинации «Изобразительное искусство» наша землячка Света Титова взяла серебро. На этом конкурсе я завоевала второе место. Участвовало очень много национальностей, не только страны СНГ, но и некоторые ближние зарубежья. Первое место заняла девочка из Казахстана, ее работа была достаточно сильная. Тематикой рисунка «Легенда родной земли» Света решила изобразить все русские сказки. С богатырями, русалками, а в центре свой автопортрет. В этих соревнованиях Света не новичок. Год назад в Москве на Дельфийских играх она взяла золото. Юная художница – активная участница всевозможных конкурсов и олимпиад. Только за прошедший год их было около 60. Вдохновение берет отовсюду. Природа, хорошее настроение, прочтенная книга, праздник. Один из последних рисунков – начало нового учебного года. Меня на него вдохновила сама обстановка 1 сентября. Дети идут в школу с цветами, поздравляют своих учителей. Это праздник не только для детей и родителей, но и для самих учителей. Света придерживается классической русской живописи, но старается вносить в свои работы, как она говорит, современные элементы изюминки. Что касается художников, которые служат образцом и примером, то для нее это Воснецов. Больше всего понравилась картина «Три богатыря». Она поразила меня не только своим размером, масштабом таким великим, что люди изображены практически в натуральный рост, а то и больше. Но также меня еще поразило то, что там было очень много деталей, каждый из них проработан, все живописно, единая собранная композиция, все правила выполнены. Я решила, что буду стараться рисовать точно так же. В школе искусства в объединении ИЗО занимается более 50 ребят, разделений по возрасту нет. Дети учатся у старших товарищей, перенимают друг у друга опыт, и это правильно считает педагог. К успехам тут привыкли неоднократно многие ребята, так же как и Света, занимали места, получали премии и были отмечены на всероссийском уровне. Педагог считает, что для нее главное не только научить ребят переносить красоту на бумагу, но учить достойно воспринимать успех и неудачи. Я учу отношению к своему таланту, к своему делу. Это серьезные должны быть отношения, и не заканчивается оно победой. Это труд постоянный, это совершенствование постоянное, это продвижение все время вперед, потому что это не в пределах совершенства. Со слов преподавателя, все же составляющая успеха – это трудолюбие, желание творить, не жалеть времени и своих сил. Каждый рисунок, персональная выставка – кропотливый труд, требующий терпения и старания. Многие выпускники объединения пошли дальше, поступили в учебные заведения, работают дизайнерами, архитекторами. Ну и среди сегодняшнего подрастающего поколения художников тоже растет целая плеяда талантливой и творческой молодежи. Наталья Киселева, Алексей Степанов, Новости, ТВ Рассказыва.